У нас месяц Духа Святого. Что-то хотелось беленькое одеть, что-нибудь. Вот, одел беленькое. Аминь? Хорошо, вы здесь, слава Богу. Я хотел бы немножко перед тем, как начать говорить слово, чуть-чуть, во-первых, сказать о том, что у нас скоро остров еще будет. Помимо, что завтра у нас начинается ПМБК, это очень важно, да, библейские курсы для подростков и молодежи. У нас скоро остров. Я прям жду этого времени. А еще знаете, что я жду? Я жду, что четвертый год подряд точно не будет дубильника, но не должно его быть вообще никак. Потому что первый год была вода, второй год там было очень холодно, прошлый год было, ну, просто холодно, ну, так прохладно, скажем так. Слушайте, ну, должна же быть жара в этом году хотя бы. Но самый важный момент, конечно, мы туда едем не за погодой, но не для этого. Нас вообще ничего не останавливает. Аминь? То есть нас тогда, помните, вот, три года назад, ну, или четыре там года назад, мы переплывали же прям туда. Мы прям все оставляли машины, переплывали. И одна машина, я сидел в кузове и снимал ее на видео, она прям на лямке вот так переплывала. Он еще пытался водить, ну, как рулить там, я думаю, что ты делаешь? Он заклеил машину скотчем, сел в машину, заклеил машину скотчем. Это была старая, одиннадцатая. Думаю, зачем ты ее скотчем заклеил? Когда он переплыл на ту сторону за грузовиком на лямке, он раз, два, она же скотчем заклеена, стал выбивать. У меня видео есть, это очень смешно. Но, друзья, я о чем я говорю? О том, что там будет весело еще нам, это однозначно. И там не из каких-то погодных условий. Самое важное, зачем мы туда едем? Чтобы обновиться. Ребят, вы нигде не найдете такую атмосферу здесь в суете никогда, где ты второй, третий день общаешься, там, не знаю, можешь открыться, пообщаться со своими, наполниться духом, обновиться. Нигде не существует здесь такого времени никогда, только там. Не потому, что типа мы там, но потому, что раз в год мы организовываем такое мероприятие. Аминь, друзья. Поэтому я вас мотивирую, поедемте вместе обновляться. Я не знаю, как вы, Господь точно придет, и я там буду, присоединяйся. Аллилуйя. Второй момент. Да, спасибо за... Спасибо. Видимо, начал хлопать тот, кто тоже собирается. Второй момент. У нас была ночная потрясающая. В пятницу тоже хочу вас замотивировать пойти на ночную. Но я такой же, как и вы, не ходящий туда. Если я сейчас спрошу, кто был ночной, поднимите руку, поднимут человек 20. Потому что остальные 6 человек подняли руку на первом собрании. Я думаю, на третьем еще будет двое, но вот как раз те 30 человек и наберутся, которые были на ночной. А ночная была просто вообще супер. Опять же, не потому, что я там был, а на правду была. Прославление, которое сегодня чудно прославляли Господа, половина из них были на ночной. Они что-то решили прям вот поклоняться. Прям какую-то поклоненческую штуку. Я не знал вообще. Я был на ночной, потому что я был ответственный. Мне повезло. До этого я так не думал. Вот, но они никого не предупредили. Я не знал правды. Я молюсь здесь, они потом про это поют. Они поют, а мне как-то Бог ведет. Вот просто было супер. Мы закончили, наверное, где-то минут 15-10. То есть там, ну просто как-то вообще было очень хорошо. И ведь вы все же помните это чувство, когда в пятницу ты уставший, и ты такой ехать, не ехать, вся неделя, ты устал, все. И плоть говорит, нет, не ехать, ты устал. Но ты знаешь, что если ты поедешь, и после ночной ты прям полетишь. Да, то есть вот, ну, я по-честному стараюсь. Это я сейчас себе тоже так говорю. И главное, я знаю ведь, что так будет. Но все равно бывает иногда не хожу. По-честному, если у меня есть время туда идти, я иду. Если вот я прям не занят, я прям иду, стараюсь. Аминь. Поэтому приходите на ночную. Это же для вас и благословение. Аминь, друзья. Аминь. Хорошо. Давайте еще прям коротко помолимся. Отец Небесный, открой наши сердца, открой нам твою суетую истину. Дух Святой, касайся наших сердец. Мы хотим принимать от тебя слово. Мы хотим, Господь, взять то, что ты приготовил для нас именно сейчас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. А давайте балкон скажет. Аминь. Аминь. О, сколько у вас там много. Они там есть. Вы их не видите, я вижу. Хорошо. Проповедь моя называется «Дух Святой, кто ты?» или «Кто ты, Дух Святой?» У нас слово «Рема» на месяц – это «Дух Святой», да? И мы можем с вами прочитать. «Утешитель же, Дух Святой, Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Аминь. И вот, в принципе, здесь суть-то вся сказана, но мы с вами еще попробуем немножко разобраться дальше. И мы все с вами нуждаемся в этом. Я, конечно, не суперэксперт какой-то вот в Духе Святом, но сегодня буду говорить пункты про него, потому что он вообще нам необходим. Мы без него, но вообще прям никак. Аминь, друзья. Ну вот есть такая штука. И давайте с вами сразу же прочитаем Деяние 9 главу. Деяние 9 глава с 1 стиха. И все вы, почти все вы, практически все вы знаете эту историю от начала и до конца. Все, кто был на инкаунтре. Может быть, вы забыли, я сейчас вам напомню. А кто не был на инкаунтре? Их ты. Ага, есть один человечек. Ты не была на инкаунтре. Ну, это я сейчас... А, есть еще второй. А вы первый раз сегодня пришли? Вы первый раз сегодня пришли? Мы вас приветствуем, друзья. Давайте по... Слава Богу за вас. Слушайте, супер вообще. Очень хорошо. А есть кто еще пришел первый раз, друзья? И вы еще пришли первый раз? Здорово вообще. Аплодисменты. Слушайте, все случается первый раз, такое бывает. Слушайте, вот как-то пытайтесь просто Бога, самое главное. Не смотрите на людей. Вот. Аминь. И мы сейчас как раз немножко об этом поговорим, кстати. Так вот, все вы эту историю знаете. Давайте сейчас почитаем ее. С 1 по 7 стих мы будем читать. Вот такой вот цаввл, который ревнитель, бегает за какими-то сектантами, которые последователи Иисуса Христа. Тогда, наверное, уже их начали называть христианами. Вот. И он думает, что же секта такая вообще? У нас синагога. Мы тут вот читаем Тору. То есть, соблюдаем какие-то законы. А вдруг появляются какие-то сектанты, христиане. Ну, это я так думаю, это я так говорю. Но, видимо, он такой, может быть, слова еще такого не было. Но какие-то не такие люди, неправильные веры, которые ищут Христа. 3 стих. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осеял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, Саввл, Саввл, что ты гонишь меня? Он сказал, кто ты, Господи? Господь же сказал ему, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему, встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо было делать. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. То есть, вот такая вот история. Вы знаете, что было там до этого, вы знаете, что было потом. Но, смотрите, то есть, некий, как мы с вами, по сути, некий человек, который набожный, который научен, там он учился вообще там у лучших священников, да? Ревнитель вроде по Богу, то есть, он пытается искать Бога, что-то пытается делать, но как будто его не знает. И такой прообраз наступает, что Дух Святой, почему как бы именно, ну, как бы Дух Святой или Иисус через Духа Святого является ему? Потому что люди, они не видели, ну, то есть, Саввел видит, а люди не видели вокруг. И, ну, у Саввела были какие-то стереотипы, почему он так поступал, почему он гнал христиан, почему он гнал этих людей. Потому что он был научен одному, были какие-то стереотипы, были какие-то углы. Так же у нас, например, мы все с вами однажды пришли в Евангельскую церковь. Аминь, да? И многие из вас, вот вы все, слава Богу, до сих пор здесь. И когда вы пришли первый раз, вот, может быть, да, как люди сегодня, было непривычно. То есть, ты вроде бы пошел в церковь, но, здрасте, а где иконы? А где там, что там, поп, да? Какие там еще там свечи? А почему никто не крестится? Ну, и такой, ну, то есть, это реально церковь? Это не концерт? Это, ну, и ты стоишь такой, притворился палочкой, тросточкой, чтобы тебя незаметно было. Ты как, ты думаешь, быстрее бы все это закончилось? По сути, как по первой стиве в православной церкви. Вот, но, но суть, что нам было непривычно. Почему? Потому что есть какие-то парадигмы, есть какие-то стереотипы в нашей голове. Мы так привыкли. Аминь. То есть, и мы думаем, что вот должно быть именно вот так вот. И мы такие люди на самом деле. Но к Саулу через Духа Святого приходит Иисус. Дух Святой как-то его касается. И, вы знаете, так же бывает в нашей жизни. Я сейчас у вас другую немножко параллель, как бы попробую окунуть. То, что мы с вами молимся Богу. Мы становимся верующими. Мы пришли в церковь. Мы узнаем Бога. И у нас становятся, ну, как бы живые отношения с Ним. Аминь. То есть, мы начинаем узнавать Его лично. И нам в отношениях важна личность. Аминь. То есть, ну, ты не можешь общаться с пустым местом. Ты не можешь общаться там со стеной. Ну, важна личность в отношениях. И мы с вами без вопросов. То есть, нам все понятно. Бог Отец. Аминь. То есть, ну, как Он выглядит. Вы сейчас все мне нарисуете какой-то образ. Мы не знаем сто процентов, как Бог выглядит. Но мы это как-то представляем в своей голове. Аминь. С Иисусом Христом, с Его Сыном, тоже вопросов нет. Согласитесь. Все это понятно. А Бог у нас триедин. Аминь. Вот и Баут. Холли Спирит. Что по поводу Духа Святого. Как Он выглядит. Насколько часто ты к Нему обращаешься. Слушайте, вы не переживайте. Я такой же. Все то же самое вообще происходит. И ты со мной, к сожалению. То есть, и мы, наверное, почти все. Я не буду говорить, но почти все. Потому что я с людьми общаюсь. По крайней мере, кого я знаю. Реально, мы гораздо реже обращаемся к Нему. Именно к Духу Святому. И уделяем Ему какое-то внимание. Но Библия как-то нас учит. И она затачивает нас на некие вещи. Что, слушай, ты вот все, что угодно можешь делать. Есть грехи к смерти. Есть не к смерти. И там ты можешь покаяться. И все. Но не простится тебе только одна вещь. Какая? Хула на Духа Святого. То есть, Библия начинает как-то тебя предупреждать и говорить. Слушай, это какая-то ранимая личность. Некая чувствительная. Более чувствительная. И если ты маленько что-то похулишь его, то тебе не простится ни в всем веке, ни в будущем. Ну, то есть, Библия обращает на это внимание. Аминь. И вопросов нету. Тоже здесь. Мы как бы знаем, где Бог Отец. На небе, на небесах. Мы тоже обращаемся к Нему. Все хорошо. Где сын? Одесную Бога. Одесную Отца. Что он там сидит и ходатайствует. Ну, там написано так, да? Он рядом с Богом. Ходатайствует за нас. Аминь. Он ходатайствует и говорит, вот смотри, пошел опять человек. Все. Ну, Господи, прошу Тебя, давай хоть еще раз ему скажем. 844-й раз он сейчас услышит Духа Святого точно. Потому что Отец на небесах. Иисус Одесную Бога. А Дух Святой-то с нами. А мы все к Отцу. Мы все к Иисусу. Их-то мы типа знаем. Как они выглядят, понимаете? А получается так, что ты обращаешься. Ну, вот что мы такие вообще за прям супер люди? Или ты, может быть, супер человек? Да, он нас любит. Ведь все. Может быть, чуть-чуть запутаю вас. Но смотрите. Все по отдельности это Бог. Отец, Сын, Дух Святой. Дух Святой это Бог. Иисус это Бог. Бог это Бог. Бог отец это Бог. Но мы с вами. Ну, что ты за человек такой? Ты прям на небо. Ты прям напрямую. Ты прям, минуя всех вот этих вот моментов. Ты прям, Боже, Иисус. Ну, а что, Боже, Иисус? Они тебя смотрят. Ты что, там Дух Святой. Все нормально. Ты что к нам-то? Вот Он здесь. Он не то, что рядом с тобой. Он вообще внутри тебя. Ты что к Нему не обращаешься? И вы знаете, 100% работает в моей жизни та вещь, просто это очень волнительно. Проповедовать на воскресном собрании. Точно ответственно. И все такое. И вот когда, я всегда молюсь, Дух Святой, давай все сделаем вместе в воскресном собрании. Не ради меня, ради этих людей. Вот тут я к Нему точно обращаюсь. Вот прям вообще срабатывает как часы. Но это очень важно, обращаться к Духу Святому. И нам немножко тяжело. Потому что Дух Святой, Писание говорит, Он дышит где хочет. Да? То есть Дух Святой, как дуновение ветра. Как Он выглядит? Что Он из себя представляет? Ну, мы не знаем. И вот чуть-чуть мы сейчас, я как бы с вами попытаюсь, не то чтобы разобраться, а просто хотя бы чуть больше обратить вашего внимания на Духа Святого. Чуть больше, может быть, изменить отношения. И дай Бог, чтобы Бог открыл нам всем это. Аминь, друзья. Чтобы мы так же по-честному... Так, сегодня чья очередь? Знаешь, в телефон записываешь. Так, к Богу обращался, к Иисусу обращался, теперь к Духу Святому. Дух Святой, твоя очередь. У нас, у меня трое детей. У нас ванная одна пока. И они по очереди чистят зубы. И никто не хочет идти первым. Сегодня не я первый. Кто вчера был? Но мы тоже забываем. И у нас есть прям график, кто чистит зубы первый. Вот не дай Боже нам до этого графика дойти. Вот, в молитве к Богу от Сына Святого Духа. Аминь. И, друзья, но давайте подразберемся немного. Хорошо. Читаем. Иоанна 16, глава 13 стих. Евангелие от Иоанна 16, 13. Евангелие от Иоанна 16, 13. Когда же придет он, Дух истины, то наставит нас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. И вот самый первый пункт, наверное, не то, что самое важное, неправильно так сказать. Первый пункт в моей проповеди, Дух Святой – это личность. Кто не записывает, все равно записывайте. В телефон можно записывать. Чего вы на меня смотрите? Вы не запомните. Дух Святой – это личность. Это личность. Аминь. Смотрите, здесь написано, что когда же придет он, Дух истины, то наставит нас на всякую истину. Ключевой момент. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. То есть здесь четко подчеркивается та мысль, что он мог бы говорить от себя, но он не говорит от себя. То, что слышит от Бога, говорит нам. Аминь. Значит, он может принимать сам решение. Значит, это какая-то личность отдельная. Я не знаю, как у Бога это работает. Я не в курсе. Я не знаю. Но это личность, к которой надо обращаться. И слава Богу, за мужей Божьих. Кто написал эту правильную книгу? Доброе утро, Дух Святой. Кто ее написал? Кеннет Хейген. Да? Нет? Билли Грэм. Кто? Кто? Бенни Хейген. Халилуя. Я помню, кто-то именитый. Но не блеснул. Доброе утро, Дух Святой. Вы представьте, он всю ночь ждал эту фразу. А он с вами. Он никуда не девается. Мы с вами дальше посмотрим и почитаем, что он рядом с вами. И он живет внутри вас. Он всю ночь ждет эту фразу. Но мы ее зачастую не говорим. По разным причинам. Неважно. Я никакие не греховные. Ничего просто. Ну, просто мы люди. И вот эта правильная фраза. Доброе утро, Дух Святой. Ведь он с тобой будет и на протяжении всего дня. Ну, если ты тоже будешь с ним. Иногда, может быть, он убегает. Иногда он глаза закрывает. Я не знаю, как это происходит. Но нам очень важно жить с ним. Аминь. Вот Дух Святой – это личность. Аминь, друзья. Аминь. Второе. Второе. Дух Святой – утешитель. И здесь же, давайте перелеснем назад страничку. 15 глава. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 26 стих. А, нет, простите, даже здесь можно было остаться. На этом развороте. Но почти никто из вас не знает вообще, о чем я говорю. Только одни из старейшин. А кого есть Библия? Ну, а кого есть Библия? Ну, такая в смысле. Я знаю, что у вас у всех телефонов. Я тоже не знаю. Это я не стыдить. Что, реально ни у кого? Прикиньте момент, какой я наступил. Представь. Вообще, что, ни у кого Библии нет? А, у вас есть, да? А, вот есть, брат, вижу, да. Единицы. Представьте, вообще, удивительное время. Удивительное. Удивительное. Скоро будет цифровой рубль. Ну, это не от меня, тут все в интернете. Но я тоже не ношу Библию. Она в телефоне, но удобно. Как-то вот, я не знаю, стоит об этом задуматься или нет. Стоит ли быть таким религиозным, знаете, все. Ну, а с другой стороны, ты с Библией. Видно Библия. То есть, ты идешь с Библией. Понятно, куда. Сегодня сосед меня спрашивает, ты куда такой нарядный? Я говорю, в церковь. Вообще ничего не ответил мне. Там, ну, как бы, там, а, там, ну, или там, о, там. Вообще-то, я, он говорит, ты куда? Я говорю, в церковь. Ну, и вообще, то есть, ну, как будто я ничего не сказал. Я не стал продолжать. Ну, там, хоть, там, хм, там, ну, или а, там, ну, или, ну, вообще. То есть, он, видимо, этого ответа точно не ожидал. Вот. Хорошо. Дух Святой Утешитель. Иоанна 15, 26. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать вам о мне. Когда же придет Утешитель? Вы знаете, Дух Святой – это самый лучший психолог на земле. Это, это тот, кто соткал тебя, потому что напомню вам еще раз, что это Бог, да, то есть, по отдельности, все вместе, там, он триедин. И тот, кто создал тебя, он знает, как ты устроен. Он соткал тебя еще во череве матери, и тогда уже узнал тебя, аминь, и уже тогда приготовил для тебя судьбу. И вот Дух Святой, он лучший Утешитель. Он знает все сокровенные вещи в твоем сердце, он знает твои какие-то горести, твои какие-то обиды, победы, поражения, там, я не знаю. Он это знает, и он точно знает, как тебя утешить. Он точно знает, там, сколько тебе еще пройти, как тебе это проходить. Он знает, поэтому обращаться нам надо к Духу Святому, чтобы Он подсказывал и чтобы Он нас утешал. Аминь. Поэтому написано, не упивайтесь вином, а упивайтесь Духом Святым. Аминь. Он утешит однозначно. Хотя в притчах написано, что там налейте, там, что там налейте. Я там насмотрелся в своей жизни на этих налейте, живя в общаге. Вообще никто не утешился. Все умерли только. Вот, ну, как бы, правда, я серьезно говорю, это вообще не прикол. Мы жили на первом этаже. Умерли все от алкоголя. Все вообще. Двое на доске почета висели, там, лучшие, там, водители трамвая, там. Умерли все. Отец, мать, два сына. Потом сын один умер. Потом мать, сын. И еще одна женщина. И вот только я остался, и мои родители. И все. Ну, вот все. Ну, как бы, это, конечно, не моя заслуга. Вот все подохли просто от алкоголя. Все. Вот. Ну, это так, я не знаю, к чему. Тут у меня не записано, это правда. Вот. Дух Святой утешитель. Все нормально. Упивайтесь Духом Святым. Я вот еще имел в виду чуть-чуть небольшое отступление. Третье. Третье. Дух Святой говорит истину. Если мы хотим слышать истину, то нужно вопрошать Духа Святого. А Дух Святой говорит истину. Как он говорит? Да по-разному. Через слово. Он говорит, бывает в твоем сердце. Опять же, что ты можешь сверить со словом. Он говорит через человека. То же, что ты можешь сверить со словом Божиим, со святым писанием. Аминь. Он говорит по-разному. Но если Дух Святой говорит, то Он говорит истину. И это тоже мы читаем с вами. Перелеснем теперь страничку назад. Иоанна 14 глава, 17 стих. Вот кто был эксперт. Точно. Это Иоанн. Он написал про Духа Святого. Причем был самый младший. И самый последний ушел к Господу. Аминь. Так и было, да? Евангелие от Иоанна, 14, 17. Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его. И Он с вами пребывает в вас. Аминь. То есть Дух Святой... Так, подождите. Я сейчас четвертый вам сказал? Третий? Да? То есть я уже... Я дальше перепрыгнул. Простите меня, пожалуйста. Я вам сказал третье, а сам говорю с четвертого. Чувствую, что-то не то. Вот как маленечко в сторону ушел. Третий пункт у нас. Дух Святой говорит истину. И об этом говорится и в Евангелии от Анны. Мы до этого читали. В 16 главе, в 13 стихе, в первой части стиха. И в 15 главе, в 26 стихе тоже говорится, что Он говорит истину. И на истину нас наставляет. Аминь. В предыдущих двух стихах об этом сказано. Аминь, друзья. Тогда идем дальше. Четвертый пункт. Дух Святой помощник. Дух Святой помощник. И вот это уже в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 17 стих. Я еще раз прочитаю. Слово Божие, да, лишним не бывает. Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы, то есть мы с вами, а вы знаете его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Аминь, друзья. Он с нами пребывает и в нас будет. Так обещал Господь. И это правда так. То есть Он вместе с нами, внутри нас всегда. С нами пребывает. Для чего? Чтобы нам помогать. Помогать проходить какие-то вещи. Знаете такую историю там? Или там притча она там? Или сказание какое-то? Что диалог Бога и с человеком. Он показывает ему следы там. И как бы две пары следов, да, там по берегу. И вдруг там раз, одна пара следов. И человек начинает Богу там немножко предъявлять. Говорит, как так? Вот мы тут с тобой вместе шли. А там был тяжелый момент. И вон следы одни. То есть ты меня покинул. Мне было так тяжело там. Я просил тебя там о помощи, о каких-то вещах. Бог ему говорит, да-да-да, я помню, очень хорошо помню эти моменты. В те моменты я нес тебя на руках. Дух Святой всегда с нами. Он, ему не надо есть. Он не спит. Он не нуждается в каких-то вещах. Он нас поддерживает. И он нас помогает. Аминь. Потому что живет с нами и внутри нас. Поэтому еще раз говорю, да, исполняйтесь Духа Святого. Упивайтесь Духом Святым. Аминь, друзья. Аминь. Пятое. Дух Святой дает силу. Дух Святой дает силу. И здесь откроем с вами Деяние 1.8. Тоже почти вы все знаете это местописание, но тем не менее. Деяние 1.8. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Наша сила не в нашей какой-то силе человеческой, не в том, сколько мы лет ходим в церковь, сколько раз мы сходили на домашнюю группу. Наша сила в Духе Святом. Вы знаете, не наша задача исцелять, не наша задача врачевать, не наша задача освобождать, изменять какие-то ситуации. Наша задача помолиться, наша задача провозгласить, наша задача высвободить благословение. А уже сила и задача Духа Святого это сделать. Это делает Господь. Аминь, друзья. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, когда сходит на нас Дух Святой, тогда мы сильны в нем. Тогда врата ада не одолевают нас. Аминь, друзья. Именно когда мы в Духе Святом. И очень важно проживать с Ним целый день. С утра ему говорить, доброе утро, Дух Святой. А вечером сказать ему, прости меня, Дух Святой. Там где-то, может быть, я оставил тебя за какие-то мои неправильные действия. И не обижать Духа Святого. Аминь, друзья. Давайте дальше с вами прочитаем. Деяние, вторая глава. Тоже все вы знаете, но я хочу еще раз вас окунуть в эти события. Деяние, вторая глава, с первого стиха. С первого по четвертый. При наступлении же дня, при наступлении дня Пятидесятницы, все они единодушно, все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра. И наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждого из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Аминь. Все исполнились Духа Святого. Каждый из них. То есть, ну это было явно как-то, да? Сейчас мы дальше с вами прочитаем. Давайте дальше. С четырнадцатого стиха. С четырнадцатого по восемнадцатый. Ну, что произошло дальше? Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им. Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сиеды будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. То есть, они настолько исполнились Духа Святого и начали говорить на иных языках, что все подумали, что они пьяные. И пьяные настолько, что они даже нормально разговаривать не могут. Но Петр говорит, ребят, нет-нет-нет, такого быть не может. Просто еще день. Ну, вообще это невозможно, это нереально. Они не пьяны. Аминь. Шестнадцатый стих. Ну, пятнадцатый. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем. Семнадцатый стих. Очень важно. И будет в последние дни, говорит Господь, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. И сыны и дочери. Аминь. И юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши с наведениями вразумляемые будут устаться в какая-то такая новая грань, да? А на рабов моих и на рабынь моих в те дни и залью от Духа Моего, и будут пророчествовать рабыни мои. Аминь. Будут пророчествовать. Если кто-то еще сомневается, там, ну не знаю, там, в силе, это сила Божия, которая явлена и на мужчин, и на женщин. Аминь. И будут пророчествовать и сыны, и дочери тоже будут пророчествовать, потому что будут исполнены Духом Святым. Аминь. И на рабов, и на рабынь я также и залью от Духа, и будут пророчествовать. Аминь, друзья. И мы принимаем эту силу, и мы приняли эту силу. И что случилось дальше? 41 стих в этой же главе. И так охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединились в тот день душ около трех тысяч человек. Вот представьте, в чем разница. То есть, сходит Дух Святой на апостолов, и от первой же проповеди Петра кается три тысячи человек. В чем сразу разница? То есть, сверхъестественное служение Духа. То есть, именно Писание говорит, иго мое благо, и бремя легко. То есть, возьмите кресло, идите за мною. Если мы это делаем какими-то человеческими силами, то это тяжело. Это практически невозможно. Но когда ты исполняешься Духом Святым, когда Дух Святой наполняет тебя, тогда ты это делаешь сверхъестественно. Это неестественно. И Петр бы, если бы, например, до Духа Святого он там проповедовал, я не знаю, сколько бы людей покаялось. Но как только Петр исполнился Духом Святого, видимо, Дух Святой касался каждого. Так же, как и нас с вами, он касается. Аминь, друзья. И поэтому мы с вами там переживаем какие-то переживания. Поэтому мы с вами в церкви. Поэтому мы с вами получаем какие-то откровения. Только благодаря Духу Святому. И это неестественно. Это сверхъестественно. Аминь, друзья. Аминь. Поэтому, когда мы просыпаемся, я опять вас возвращаю, да. Когда мы там проживаем этот день. Когда мы там в течение дня там, может быть, занимаемся работой, еще какими-то вещами. Мы с вами должны не обижать Духа Святого. И понимать, что Он с нами. И учиться обращаться к Нему тоже. Не, скажем так, не обделяя Его, что ли, вниманием. Ну, я не знаю формулы, понимаете. Но ее как бы нет. Что там, если ты не сказал целый день там Духу Святому, Дух Святой. Да нет, ну, наверное, ты не обидишь Его. Я не знаю. Но мы с вами должны отслеживать свои сердца и понимать, где мы находимся во Христе. Аминь. И если Отец, Он на небесах, и Сын, Одесную Отца, то Дух Святой живет не то чтобы с нами, а Он живет внутри нас. И если Дух Святой живет внутри нас, тогда мы с вами свет для этого мира. Аминь. Тогда люди как-то хоть где-то могут рассмотреть какое-то отображение Христа. Тогда нам внутри как-то, ну, легче проживать какие-то вещи, проходить какие-то искушения. И так и написано, да, в Писании, что Бог никогда не допустит такого испытания, которое бы ты не смог преодолеть. Если только с Ним мы это делаем, если только с Духом Святым мы это переживаем. Аминь. И если Дух Святой живет в нас, тогда мы царственное священство. Тогда мы соль земли. Тогда мы делаем здесь Его Божьи дела на этой земле. Аминь, друзья. Аминь. Давайте мы встанем, будем молиться. Все, что вы не делаете, все, что когда что-либо вы делаете, просто старайтесь это делать с Духом Святым. Не как я там, только по воскресеньям, или там не как я там, молясь перед домашней группой, когда там совсем не готов, вот, и то иногда забывая помолиться именно Духу Святому. Но я, когда молюсь Духу Святому, я всегда говорю ему, пускай из чрева моего текут реки воды живой. Возьми мои уста, говори моими устами. Ну, говори через меня, возьми и используй меня. Аминь, друзья. Это очень важно, и очень важно учиться этому, ведь мы же учимся во Христе, ну, и читать Писание, и молиться, и также жить и проживать эту жизнь, не то, что как бы, ну, как бы проживать там, как прожигать, а именно проживая ее, жить вместе с Духом Святым. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный. Господь Иисус. Царь, мы молим и просим Тебя, Отец. Мы взываем Тебя, Господь, и просим Тебя, коснись наших сердец, Господь. Бог мой, наполняй нас Духом Твоим Святым. Дух Святой, мы молим и просим Тебя, помоги нам жить вместе с Тобой. Помоги нам, Дух Святой, слышать голос Твой. Помоги нам, Дух Святой, слушать голос Твой. Слушать Тебя, слышать Тебя и слушать Тебя, Дух Святой. Прости нас и очисти, Дух Святой, если где-то мы огорчали Тебя, где-то мы не слышали Твой голос. Дух Святой, мы нуждаемся в Тебе. Дух Святой, Ты наш утешитель. Дух Святой, Ты наш помощник. Дух Святой, Ты возвещаешь нам истину. Ты возвещаешь нам будущее. Дух Святой, Ты помогаешь нам во всем. Дух Святой, Ты знаешь все наши переживания. Дух Святой, Ты знаешь все наши поражения, какие-то победы. Дух Святой, Ты знаешь, куда нам идти. Дух Святой, мы молим и просим Тебя, направляй наши колени. Дух Святой, помогай нам двигаться, помогай нам служить Господу. Помогай нам идти за Богом. Дух Святой, мы молим и просим Тебя, надели нас силой, царь. Дух Святой, надели нас просто жаждой по Тебе, пониманием того, что мы нуждаемся в Тебе, Дух Святой. Ты открываешь нам истину, Ты помогаешь и подсказываешь нам всегда. Дух Святой, мы благословляем посольство Иисуса и просим Тебя, чтобы Ты, Дух Святой, вел нас как церковь. Чтобы Ты, Дух Святой, вел наших пасторов и епископов. Чтобы Ты, Дух Святой, вел их команду, Дух Святой, именно Ты, касаясь наших сердец, касаясь сердец наших пасторов, наполняй нас любовью, наполняй нас силой, наполняй нас помазанием, Дух Святой, мы нуждаемся в Тебе, Дух Святой, мы нуждаемся в Тебе, Дух Святой, нам нужен Ты. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты всегда с нами, за то, что всегда Ты нам подсказываешь, помогаешь нам везде. Мы благодарим Тебя и славим. во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, церковь. Аллилуйя. И сейчас я бы хотел обратиться в частности вот к вам, кто пришел первый раз.